Всем привет! Мы сегодня решили сделать себе такой ностальгический ужин. У нас сегодня на ужин будут чебуреки. Чебуреки алматинские, вкусные, сочные, пузырчатые. Не знаю, просто обалдеть, какие вкусные, как раньше чебуречных в моё детство. Вот. И мы сегодня... У нас ужасная погода. Захотелось чего-нибудь необычненького, вкусненького. Вот. И сегодня ждём папу с работы с чебуреками. Сейчас я... Мы, короче, поделили фронт работ. Евушка делает тесто, я начну делать фарш. Вот. Ева сейчас пока вам расскажет свои премудрости, потом я расскажу свои. Начнём. Ну что, сначала мы берём стакан обычный. Наливаем туда масло. Потом начнём. Ну и я на донышке наливаю. На донышке. На донышке, да. И затем до конца набираем стакан кипятком. Таким. Наливаем. Наливаем эту воду в нашу чашку. Теперь мне нужно всыпать сюда 3 стакана муки. Таких же стаканов. 3 стакана и плюс 3 столовые ложки муки. Это по нашей муке так мы вымерили. Мука все разной клейковины, поэтому вы смотрите по своей муке, сколько возьмёт тесто. Но обычно это вот столько же, сколько воды, плюс умноженное на 3, плюс ещё чуть-чуть. А у меня закончился кипяток в чайнике. Тебе повезло. Как всегда. Пола стакана. Так. И всыпаем всё в наш кипяток. И я ещё добавляю пол столовых ложек. Добавляю полоски соли. Хочешь подать соли? Здесь я сейчас еду, я не буду помешать этим супер. И включаем. Пока ты всё равно шумишь, я пойду мясо переключу. Да. Вот такая у нас говядина. Мы её сейчас в мясорубку. Вот такая у нас получилось. мягкая вкусная теперь убираем его в пакете отлежаться либо под полотенчик да либо просто накройте полотенчиком так девушка вот она мягкая у меня сама растутся лобка полукости не поверите китайская мясорубка разлетелась просто на части она так мне мясо сделала смотрите я вам покажу какие у меня вылетели осколки представляете это разлетелась вот так рамочка короче это уже не в первый раз у меня такой с этой мясорубкой такие у нее детали хрупкие короче я ее буду выкидывать вот видите она прям выломалась и решетка выпала вот такими запчастями короче говоря на наш любимый кичинэй придется покупать насадку мясорубка и уже не мучиться китайский слава богу сейчас мы сделаем начат или ваш дашь я не могу покупать фашу меня все равно какой-то пунктик так короче говоря мы тут зажевал и не дорезу ладно у нас ножи как бритва папочка нам их точит регулярно каждую неделю поэтому я сейчас быстренько дорежу нашла а его нашла уже 4 на чем перемолоть шикарно сейчас не перемолоть так давай эту ручку 1 давай я пока порежу его кубиками на чоппер чтобы перемолоть так вот с этим мясом не знаю попробуем мы его тоже это это вот то что мясорубка мне выклюнуло нормально сейчас тоже попробуем перемолоть так чтобы манты были слой манты я уже манты была дать чтобы чебуреки были сочнее лучше порезать очень мелко порезать либо ну можно тут на терке потереть но я люблю резать все пока этим займусь пока его еще нет винта нас мишель разбирает сушку последнее время ей добавили это вменили в обязанности поэтому чистую посуду потом сложно найти в один ящик два раза ничего не ложится все всегда в новых местах сейчас я порежу лук сейчас я порежу лук мой любимый нож я порежу когда давай я уже так режу Короче, Ева не может найти от чопера детали, Мишель спит, она себя плохо чувствует, мы её не будем сейчас тревожить. Я быстренько мясо дорезаю, солим, перчим и начинаем варить. У нас вчера такой смешной был случай, мы ночью с Евой делали педикюр, но днём-то времени нам не хватает, и позвоните и решили бабушке Евиной, Сашиной маме, я ей два дня пыталась дозвониться, она не брала трубки, и тут ещё раз решили набрать, не берёт, думаю, ладно, не слышит наверное. И тут она сама нам перезванивает, видимо увидела пропущенный, и значит, разговариваем, болтаем, тут видимо мы слегка громко смеялись, проснулась Николь, прибегает к нам в спальню в Евину, и говорит, я слышала бабушки голос, пришла поздороваться туда-сюда. И значит, они разговаривают, болтают, вспоминают, что было в детстве всякое, и Ника говорит, бабушка, я до сих пор тебе благодарна за то, что ты мне внушила, что я француженка. Мы так смеялись. Короче говоря, у нас Николь была очень маленькая и очень худенькая всё время, она и сейчас не отличается размерами, и в общем она очень плохо ела, у неё даже одновременно мы ставили дефицит веса. Ну, на вид она была нормальная, но очень лёгкая. Короче говоря, у неё до сих пор свои пунктики в еде, то она там мясо не ест, то она ещё что-нибудь не ест, фрукты приготовленные не ест, только сыры, ну короче, загонов у неё хватает по еде. И вот она тут у нас, короче, до десяти лет всё считала. Бабушка её постоянно из-за этого называла француженка. Ты моя француженка, ты моя француженка. Понимаете, ребёнок искренне до десяти лет считал, что она француженка. Это то, как говорит, и она ей вчера говорит, бабуля, это мне в десять лет уже глаза открыли, что я русская, а я всё думала, что я француженка. Мы так смеялись. Я говорю, Ника, ты всё забыть это не можешь. Она говорит, конечно, я там думала, что я француженка, а вы мне потом очки сняли розовые. Оказалось, я просто… Меня так бабушка называла, потому что я такая маленькая, но мы так смеялись вообще. Она говорит, я до десяти лет думала, что я из Франции. Смешно, прикольно, смех и грех. Бабушка смотрит все наши видео, и одна, и вторая, конечно. Для них это прям радость всё равно посмотреть на внуков ежедневно. Мы, конечно, по телефону созваниваемся, по WhatsApp, но это не то. Там много не расскажешь, забываешь за целый день, что произошло. А когда вот так вот, им нравится, они говорят, что они прям как будто у нас побывали, с нами пообщались, посмотрели. Так что они довольны. Смотрят каждый день, конечно, у нас тоже наши самые яркие подписчики. Евушка, что ты там? Твое тесто готово? Да. Да. Так, давай нам соль, перец. Соль, перец. Сейчас я уже тут дорезаю. Почти. Это что такое вот мясорубка в самом неподходящем умеет сломалась? Обычно. Как вот так, а? Как обычно. Это ещё хорошо, но не сломалась у нас 19 сентября, а у Мишель будет день рождения, мы обязательно что-нибудь готовили. И представляете, как она тогда сломалась, а мне готовить на толпу, а не на семью. Вообще весело. Ох. Это мясорубка. Не раз она меня уже подводила, но сегодня, видимо, последний раз. Даже не хочется запчасти тоже покупать, потому что, ну, блин, ты не знаешь, в какой момент она лопнет и вот это произойдёт. А сейчас у Евы есть такой классный миксер, куда просто купить насадочку, лапшерезки, мясорубки, и всё будет отлично работать. Да, дочка? Ага. Так что это повод. Вообще, Китина, это классно, ты можешь просто много насадок докупить, мне нужно вот такие вот машины покупать, чтобы всё заставили, достаточно одного ящичка выделить на это. И всё, чики-пуки. Это же, знаете, про эти чебуреки, разговаривала с подружкой, и она мне говорит, я режу на чебуреки мясо. Но я как-то пробовала резать, ну, нормально, нормально. Ну, если, блин, я не чувствую такой сильной разницы у нас. А, кстати, дядя Паша приезжал тоже с Наташей, да? Они тоже резали. Вот. Ну, короче говоря, а я вот не режу, я ленивая. Мясо я не режу, а лук режу. И на манты режу мясо, а вот на чебуреки нет. Ну и вот сегодня решила, сделаю же по-своему, конечно же. Прокручу мясо и порежу лук. Угу. Мне мясорубка сказала, режь мясо. Короче, у меня теперь тоже чебуреки срезаны на мясо. Да нет, на самом деле у меня тут процентов 10, если я порезала от всего. Всё, я порезала. Сейчас я посолю, поперчу. Прокручу мясо, пожалуйста. Так. Мешать я всё буду руками. Я, конечно, если кого-то это очень смущает, вы, пожалуйста, отвернитесь, потому что перчатки я не одеваю и мешаю всё просто голыми руками. Вот такая я. Так, я обязательно добавляю в фарш немного подсолнечного масла. Ну, буквально вот столовую ложку. И, доченька, не налей на донышке ледяной воды ещё. Воды прям такая. Если у вас нет ледяной воды с холодильника, то можно заранее налить, положить лёд в воду, и чтобы он стал прям вот ледяной водой. И я добавляю такой ледяной водички. Многие льют молоко, кефир, блин. Фарш, я слышала, этот бульон. Сколько нужно? Бульон. Ну, я считаю, что воды достаточно, потому что пока они будут готовиться, получится как раз-таки тот самый бульон. Мясо плюс вода. Да, бульон. Чтобы они были сочные, лук нужно помять. Можно половину лука порезать, половину терки потереть, в принципе. Вот. Но я делаю так. Сейчас мы добавим ледяной водички, чтобы она прям вот жамкала вот так. Если не добавить воды, ну, он будет такой, более, конечно, сухой. Хоть у нас мясо жирненькое, но лучше все равно сделать это с водичкой. Его потом и накладывать будет приятнее в тесто, и распределять по тесту легче намного. Можешь закрыть дверь-ка, Мишель, пожалуйста? Она что-то у меня там... Я думаю, нам надо еще водички. Короче, во всей сложности где-то, наверное, ложки 4 столовые полные. Я бы, наверное, сейчас еще все-таки налила. В общем, вот эту четверть кружечки маленькой я всю волью. Вот этой кружечки четверть была. Все, наш фарш готов. Можно лепить. Сейчас я помою руки и приступим. На богам опять идет ураган, да, вы слышали? Опять мальчик. Я надеюсь, что он не разовьет свою бешеную скорость до пятой категории снова. Но все равно им сейчас, конечно, даже обычные ветра и дожди совсем ни к чему, пока они не восстановились. Так, Дуня, вот это вот убирай. Лук, перец. Возьму салфетку. У нас просто угроза больших волн. Да, у нас просто пока как угроза шторма, а богам пока не сладко. Но они сейчас еще до самого ноября будут формироваться, эти штормы один за одним. Но не все превращаются в ураганы, конечно. Так, ну что, вырезать будем тесто или катать? Думаю катать. Катать? Да, давай. Давай, тогда давай пакет под этим немного заветрится, если будет дольше лежать. Муся, ты чего рвешь опять, а? Он с ума сходит. Мы уже хотим сходить к соседке, попросить у нее кота. Пакет? Пусть будут эти козята просто отведите ее, пусть она заткнется. Это еще, конечно, смех и грех с нашей кошкой, она уже всех достала. Так, мне даем эту муку. Давай так. А нет, почему? Давай. Мы только просто сейчас технологию покажем, как мы это делаем и все. Я за вилочками. Так, вот примерно такие штучки у нас. Сейчас я их буду раскатывать. Кто какого размера любит, ну, конечно, как раньше в Алматинских чебуречных, они были огромные, тоненькие такие, светло-желтенькие. Я не люблю, когда чебурек сильно зажаривают, потому что, ну, у меня прям сразу такая, когда они такие светленькие, пузырчатые, они, конечно, классные. Вот. Но у нас мы делаем не очень большие, потому что дети, когда в руки берут большой этот чебурек, потом, блин, они его не доедают. Короче, мы делаем такие, чуть-чуть меньше, чем в чебуречных, но они от этого, поверьте, не менее вкусные. Так, дочь, еще одну чистую вилочку залеплять возьми. А, взяла уже. Все, мой ребенок уже все приготовлен. Созлиньте только. Так, давайте, пока она первый сделает. Дочь, распределяй тоненько на половинке. Помнишь фарш, да? Угу. Вы должны сконцентрировать фарш на одной половинке лепешки, а сверху, получается, второй половинкой прикрыть. Но самое главное, чтобы ваши вареники, господи, все собрал, чтобы ваши чебуреки были очень сочные, самое главное, это вот так вилочкой хорошенечко распределить равномерно этот фарш по лепешке. И ни в коем случае не набивать до отказа чебурек. Он не будет тогда сочным, мясо возьмется одним большим комком, и это будет невкусно. Надо его тоненько распределить по лепешечке. Вот, как это сейчас сделала Ева. Видно? Вот, и сверху она просто сейчас прикроет, пальчиками придавит, и вилочкой обработает край. Сейчас я поставлю камеру на середину, чтобы вам было одинаково видно и мне, и ее, чтобы было хорошо видать. Вот, сейчас она вилочкой сделает такой небольшой узорчик. Вот, примерно так получилось, да. Отлично. Отлично. Тоже второй. Так, давай их пока сюда положим. Видно? Видно? Так, надо подальше отодвинуть, чтобы было все видать. Тесто под полотенцем слегка заветрилось. Все-таки лучше ложить в пакет. В пакете надежней. Либо под чашку. Тесто, за счет того, что в нем масло, оно очень мягкое, податливое, и раскатывается довольно тонко. Так что с ним отлично, приятно работать. Вот, я думаю. Вот, я думаю. Масло у меня, это очень хорошо. И, я думаю, это очень хорошо. Вот, я думаю. у нас сейчас сезон змей так много змей на улице да вчера его засняла змею снова надо в stories instagram выставить ужас такая она мерзкая противная я так боюсь этих гадов просто кошмар где она опять орет скажи пожалуйста муся чё ты орешь и сегодня давали ее эти таблетки подушки смятыми такая кошка у нас наглая подойдет если в чашке ничего нет представляете него там воды или еды она берет вот так чашку чашки стоят на чашки на стоят на подставочках на металлических под руку засовывает вернее под чашку лапу засовывает и начинает вот так вот эту металлическую чашку приподнимать и опускать со силой на эту рамку это такой такой звук на весь дом просто без дребезжающая металлическая чашка об металлическую рамку и она вот будет стоять знаете как раньше умывальники были в поселке в селе вот такие вот наподобие и звук и действие и она будет сидеть вот пока ты ей не подойдешь эту чашку у нас и не насыпешь это вообще бывает такое что даже ночью я один раз вставала потому что она устроила дискотеку с этими чашками это ужас какой-то и мы с Евой бежим ночью встречи за встречаемся в гостиной а мама ты уже встала играть так как тут не встанешь короче это вообще был не кошка катастрофа вот что дает ребенок она к вокалу просит да она сейчас ляжет рядом с ним когда он спит она постоянно к нему посмотрите уложили его на дневной сон она села под дверью и ноет что ее не запустили она не может чтобы его его не было то меня дубасит иной раз споткнется в нее что-нибудь там уронит на нее все равно сейчас орала сидела пока я не запустила к нему его ты так быстро справляешься и его даже за тобой не успеваю это так продолжаем разговоры и работу одновременно по-моему мне сейчас будет слегка побольше у нас сегодня все блин дети болеют макар вроде бы пошел на поправку мишель что-то прям неважно себя чувствует ева тоже вроде без антибиотиков перенесла да я но все равно в голосе чувствовать ева вчера делала мне ночью педикюр сегодня утром уже сделала валерий такой кайф когда дома мастер свой прям в любое время дней ночи мы уже так обнаглели девушка цвет поменяй на следующий день надоел прикольно пользуемся пока у ребенка нет наплыва из желающих потом пойдем попридешь да дочь ева обещает что на нас она время у нас обычно третий человек стоит еще жарит чебуреки сразу но лера сейчас занята она там делает учиться короче все все в делах мы решили с евой сначала их налепить а потом жарить потому что если ты жаришь отвлекаться вообще не желательно потому что они должны жариться медленно а ну как бы не на медленном огне нового насили чтобы они были такие пузырчатые но при в том же в то же время такие светлые светленькие красивые вот тогда это высший класс я не знаю получится сегодня нет должны должны как-то не получится папе обещали вчера чебуреки в итоге сделали мы вчера пельмени вместо чебуреки говорит я уже настроился решили сегодня все таки сделать чебуреки и мы себе особенно мне конечно и диеты чебуреки но ничего страшного иногда надо отвлекаться иначе можно стресс подхватить с этой диетой стрессануть так сказать так что читинг тоже хорошее дело я кстати похудела пока на три килограмма за почти две недели не почти ровно две недели сегодня кстати на две или три по моему две но вот 33 33 килограмма но я вам хочу сказать что это короче говоря такой у меня абсолютно не напряженное похудение самое главное это у меня большие перерывы едой чтобы восстановилась моя поджелудочная железа я делаю большие перерывы не меньше 16 часов между ужином завтра не меньше лучше даже 18 на этом случае но мне в основном получается только 16 власти вот но первое что хорошо у меня ушло при таком питании это отеки очень хорошо спали отеки но я думаю вот пока три эти три килограмма это была лишняя жидкость которая задерживалась наверно жир еще пока он не начал топиться нужно вернуться в спорт наверно но пока мне мои деточки со своими болячками что-то не дают туда вернуться то одного в больницу везешь то другого то третьего то сразу двоих вот мы возили детей педиатры за один троих до педиатры короче за один троих возили вместе с евы я не стала это видео потому что макар там капризничал постоянно ну короче говоря не очень у него было настроение поэтому я не стала выкладывать что будем все лепить или эти пожарим пока давайте пожарим наверно да и включу сейчас казан а жарить к стоматологу да еще и к стоматологу теперь 20 какого 7 в общем труба в общем а сейчас чтобы их пожарить нам нужно либо сковородка с высокими бортиками такая толстостенная либо чугунный казан круче что-нибудь такое в чем вы жарите во фриктюре сейчас наливаем масло на дно и самое главное это его хорошо проколить то есть нагреть не перегреть чтобы дым уже пошел а просто хорошо нагреть обычно я опускаю кончик чебурека когда начинают он пузырится все значит готовы масло я пойду налью пока еюшку заканчивает у тебя еще много тест а фарша многовато я вас сейчас перенесу чтобы вам было видно что мы творим в следующем этапе хотя это наверное все знают но мне покажу вам как делаем мы стать мои носки полта явины лапки заметно это на день благодарения тут курить курочка индейка его обожают всякие яркие носки и теплые и теплые самого надо вот так вроде хорошо видно надеюсь если вы штатив не вернет что может еще так по идее классно давай пусть так какие нас получились чебуреки мы вот такого размера делаем больше я не не делаю ну хотя по идее вот раньше они были прям побольше на разные половину . там наверно уже нагрелось наше масло вместе с начнем и жарить проверяем короче у меня уже нет терпежа по моему они уже должны нагреться вот видите пошли пузырики но забурлила значит масло готово я убавляю примерно на пятерочку из семи возможно я на свой казан вложу три штучки потому что чтобы удобно было их переворачивать теперь желательно от них не отвлекаться так но вот не свиньи а посадки все пузо в муке ужас удобнее всего работать щипцами можете взять и посмотреть их первые обычно не пузыряться потому что ну пока там масло нормально разытывается но вот этот уже вот прям с пузыриками добавлю к я еще один чтобы они были такого цвета и не темнее нужно убавить газ и жарить их чуть дольше не станет красивее сколько у нас уже красоты вот такие правда тут потом весь газ будет в масле ну вот мы и дожарили наши вкуснючие чебуреки будем садиться за стол приятного нам аппетита мы молодцы даевушка еще какие вот пробуйте у вас тоже должно получиться очень вкусно со сметаночкой я обожаю их со сладким чаем чай с сахаром и чебуреки это мечта валерия уже утащила 1 уже наверно 3 3 или 4 до будем накрывать на стол 8 я уезжаю это на с собой перед